Наверное, многие из вас слышали истории о крылатой кавалерии или видели в кино этих необычных воинов, ярко выделявшихся своим обмундированием. Попробуем рассмотреть их поближе. Начнем с истории возникновения. Польские крылатые гусары появляются в начале XVI века и использовались вплоть до середины XVIII века ввиду своей необычайной эффективности. Своим броским внешним видом эти всадники обязаны турецким конникам, также известным как дели, с турецкого «безумные». Дели одевались в звериные шкуры и украшали себя крыльями и перьями птиц. По их подобию стали снаряжаться венгерские гусары, украшавшие кафтаны перьями и шкурами животных. Изначально гусары выполняли роль легкой конницы для небольших набегов. Польские же всадники ближе к середине XVI века использовали более тяжелое снаряжение и разнообразное вооружение. Во второй половине XVI века в Польше была проведена стандартизация гусарского снаряжения и амуниции, в ходе которой крылатые всадники стали по сути тяжелой конницей. Из обмундирования они имели кольчугу, а позднее ее сменила панцирная броня или кераса с большими крыльями, прикрепленными за спиной и накидку из звериных шкур. Голову всадника защищал шлем, также эффектно украшенный перьями, а конечности закрывали на бедреннике и наручи. Главным оружием польского гусара была длинная полая пика, которая упиралась в специальное крепление для жесткости. Порой хватало одного удара крылатых гусар, чтобы решить исход сражения. Бывали случаи, когда одной пикой протыкали сразу пятерых пехотинцев. Помимо пики они имели кавалерийский меч для рубки в гуще сражения, либо если пика была сломана при ударе с наскока, что случалось довольно часто надо заметить. Также на всякий случай у седла были закреплены пистолеты или небольшие мушкеты. Набирали крылатых гусар и взрослых и сильных воинов с большим опытом и высоким боевым духом. Служба в этом подразделении считалась очень престижной и не было ни одного шляхтича, который не мечтал бы попасть в ее ряды. Долгое время ударные полки крылатой конницы считались попросту непобедимыми и никто не мог противопоставить что-то такой грозной силе. Поэтому количество крылатых гусар могло занимать до 75% от всего польского войска. Но с широким внедрением и развитием огнестрельного оружия эти войны постепенно стали терять эффективность и вскоре стали пережитком прошлого. Дорогой читатель, если вам нравится канал, то поддержите его пальцем вверх и подпиской. Это мотивирует работать дальше.